МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Документы на приватизацию земельного участка во время замеров обнаружили, что площадь участка соседа увеличена за счет моего. Сосед уже приватизировал свой участок и имеет на руках госакт на право собственности. Как мне быть? Решение споров по поводу земельных участков регулируется земельным кодексом Украины. Очень важно понимать, что такие споры есть очень частые. Оксана Васыляка, первый заместитель директора координационного центра по предоставлению правовой помощи, работала в Центре правовой реформы, участвовала в разработке проектов нормативно-правовых актов по наиболее важным правовым вопросам. В 2012 году возглавила Киевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, в том числе и задержанным лицам в уголовном, административном и гражданском процессах. В юридической сфере 18 лет. Такие споры по поводу границ земельных участков могут решаться в досудебном порядке или в судебном порядке. Прежде чем решить, в каком порядке обращаться для защиты своих прав, нужно определиться по месту нахождения земельного участка. Например, споры, которые рассматриваются в границах одного населенного пункта, решаются органами местного самоуправления. Для этого достаточно подать заявление, которое на протяжении семи календарных дней рассматривается специально созданными комиссиями по рассмотрению земельных вопросов. Очень важно понимать, что такие заявления рассматриваются обязательно при участии двух сторон. Если же одна из сторон не может явиться на рассмотрение этого вопроса, то тогда рассмотрение такого вопроса переносится на следующий день или период. Если же второй раз человек не является для рассмотрения вопроса касательно границ земельных участков, то тогда такой вопрос может быть решен и без человека. Отсутствие одной из сторон во время рассмотрения спора без уважительных причин не будет основанием для того, чтобы решение не было принято. По принятию решения по земельному спору в течение трех дней должны быть проинформированы обе стороны о рассмотрении соответствующего заявления, о его результатах, скажем так. Скорее всего, владелец земельного участка, о котором вы пишете, приватизировал его без установления границ земельного участка, и вам важно проверить или вспомнить, не приходили ли вам соответствующие уведомления о том, что ваш спор или вопрос о разграничении границ земельных участков рассматриваются соответствующие комиссии. Поэтому для этого очень важно собрать необходимые доказательства и обратиться в суд по месту нахождения земельного участка. Нужно собрать документы, которые подтверждают право собственности на земельный участок, и в заявлении описать ту ситуацию о том, что, например, границы земельного участка с соседом нарушены. Очень важно понимать также, что орган местного самоуправления рассматривает не только документы о праве собственности на земельных участках, но и ситуации о поддержании правил добрососедства. Поэтому на практике очень часто, даже после того, как суд выносит решение на счет одной из сторон, все равно эти вопросы не решаются, потому что между соседями продолжается конфликт в связи с границами их земельных участков. В требовании ст. 155 земельного кодекса Украины установлено, что любое решение, которое принято в отношении земельного участка и которое нарушает права собственника, то есть права человека на владение этим земельным участком, может считаться недействительным, точно так же, как и акт о земельном участке. И это решение может быть оспорено в судебном порядке. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Я ВПЛ из Луганщины. Слышал, что мне положены налоговые льготы на аренду жилья. Так ли это? Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800 213 103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ».